Представьте себе, если бы бриллиантовая рука заканчивалась на моменте, когда Козадоев и Лёлик вдвоём наступают на Семён Семёновича. Вот прям так они идут на него и конец. Или место встречи изменить нельзя заканчивалось на четвёртой серии и фразе «Алё, ты меня спрашивал?» Или бы Иван Васильевич меняет профессию после фразы «Говорят, царь! Ненастоящий!» Появлялась кошка с лапой и возгласом «Чао!» Вот такие ощущения у меня порой были в детстве, когда серия какого-то мультсериала завершалась на неожиданном сюжетном повороте, а затем стартовал показ мультика с самого начала, или вообще начинался какой-нибудь другой мультсериал. Незаконченные истории я всегда воспринимал как шелупайку попкорна между зубами. Вот вроде ты можешь дышать, есть, пить, разговаривать, спать, но эта сволочь торчит между зубами и невероятно раздражает! Вот в этом рейтинге я хочу вспомнить десятку лучших мультсериалов, которые вот так вот заканчивались этой шелупайкой из-под попкорна. Хочу сразу пояснить, что топ основан на моих детских и околодетских воспоминаниях, потому что, ну, современных мультсериалов я знаю мало, да и мало какие из них нуждаются в продолжениях, ну, даже если не очень хорошие, например, как Gravity Falls. Ну, потому что у Gravity Falls есть все-таки красивая законченная история, пусть там и с крючочком на будущее. И да, большинство пунктов в списке будут экранизации супергеройки, потому что, ну, во-первых, я чаще всего ее смотрел, и больше всего этот жанр люблю, да и плюс сюжетных мультсериалов у нее больше всего. Впрочем, в этом топе будут не только мультсериалы со связным сюжетом, но и, скажем так, бессвязные, которые заслуживают продолжения по той или иной причине. Потому что я так хочу, вообще мой канал, что вы мне сделаете, я в другом городе. И да, обязательно дождитесь первого пункта, потому что там вас ждет сюрприз. Десятое место. Погонщики динозавров. В 90-е в Штатах появилась краткосрочная мода на рекламные мультсериалы, главная цель которых — продавать тематические игрушки. По большому счету, ценностей в них не было никакой, ну, кроме разве что парочки культовых произведений вроде Трансформеров или, там, например, подлинного шедевра, о котором мы поговорим чуть позднее. Погонщики динозавров как раз были таким мультсериалом. 14-20-минутных роликов, рекламирующих серию игрушек, которые у нас даже не выходили. Сюжет мультики был очень условным, и каждая серия — это, ну, просто была бойня людей-рептилоидов. Точнее, валарианцев и руланов, прости господи. Появлялся мультсериал из ниоткуда и ушел, можно сказать, в никуда. Хотя по меркам детей из 90-х даже это было невероятно круто, после кукольных мультиков какого-нибудь таджик-фильма. Не сказать, что погонщики так сильно нуждаются в продолжении, просто мне очень хочется, чтобы снята была хотя бы одна еще серия, в которой бы хорошие ребята вернулись на свою родную планету, ради чего все и, блин, затевалось. Ну, а видно же, что мы в итоге так и не увидели то, ради чего сражались квестары и компания. Девятое место. Секретные материалы псов-шпионов. А здесь ситуация немного иная. Секретные материалы псов-шпионов были довольно коротким мультсериалом, который не имел одной сюжетной линии. Однако у одного из лучших творений телеканала Флукскидс была пара моментов, которые заслуживали быть рассказанными. А именно, история брата главного героя Ральфа и личность шефа тайной службы Зеро. У мультсериала был огромный простор для дальнейшего творчества. За 44 серии создатели смогли набить его пародиями на различные киноклише, что по меркам 90-х выглядело очень свежо и оригинально. Были введены интересные бандиановские злодеи, особенно радовал кот с металлическим хвостом. Показано множество вундервафель. В общем, невероятно хотелось увидеть продолжение приключений лающих спецагентов. Но, увы, это желание было похоронено где-то рядом с надеждой увидеть мультик после набора тысячи очков в игре «Волк ловит яйца». Восьмое место. Лига справедливости. Так сказать, Лига справедливости здорового человека. Здоровый человек Кат. Этот мультсериал получился динамичным, грамотно построенным, с захватывающими сюжетами, которым явно не хватало 20 минут, в связи с чем они растягивались на 2, а то и 3 серии. И вроде бы как у него даже была определенная логическая концовка. Вторжение тангарианцев остановлено, земля спасена, Лига, хоть и весьма потрепанная, побеждает, но все равно было ощущение недосказанности. База героев разрушена, герои узнали тайны личностей друг друга, а Орлица подорвала к себе доверие. Сможет ли команда вообще от такого потрясения оправиться? Скажутся ли новые сюжетные повороты на их дальнейшей судьбе? И вроде бы как впоследствии вышел материал Justice League Unlimited, но по-моему он не был прямым продолжением Лиги справедливости 2001 года. Седьмое место. Человек-паук. Ну, об этом мультсериале я подробно уже рассказывал в моем рейтинге лучших эпизодов, можете посмотреть по подсказке. Итак, о том, что пятый сезон станет для материала последним, было известно заранее. Советственно, у его создателей был шанс закрыть все сюжетные линии и привести его к хэппи-энду. И концовка вышла действительно эпичной. Человек-паук, победивший так много злодеев, одерживает победу над самым страшным врагом. Над самим собой. Причем одерживает не грубой силой, а умом и характером. А потом встречается со своим создателем, самим Стэном Ли. Ну и осталось все. Ну мелочь. Ну, найдите настоящую Мэри Джейн, которая где-то там летает между измерениями. И вот Паук отправляется на ее поиски вместе с Мадам Паутиной и... все. Нет, мы, конечно, сердцем и умом верим, что он найдет ее, ведь Мадам уже неоднократно демонстрировала свои практически безграничные возможности. Ну вот неужели было так трудно потратить, ну я не знаю, ну несколько секунд хронометража на то, чтобы Питер и Мэри наконец-то воссоединились. Один из сценаристов Человека-паука даже написал свою версию продолжения мультсериала, где Паук попадал бы в викторианскую эпоху и находил Мэри Джейн там. Кстати, если хотите разбор этого сценария, отметьтесь в комментариях. Ну это можно считать лишь фанатским продолжением, а не каноном, ведь серия так и не была снята. Шестое место. Чародейки. А вот концовка этого мультсериала оставила весьма противоречивые чувства. С одной стороны, героини победили и Фобоса, и Нарису, восстановили мир и порядок, вернули Элиан. В конце не было сюжетных поворотов, вроде фразы Оракула из первого сезона. Все только начинается. Ну там персонаж новый появился, вроде бы и фикс с ним, и какие-то намёки на будущее тоже есть, но... Дело в том, что этот сам мультсериал изначально дарил нам очень большую вселенную, с долгой историей, множеством неизведанных уголков, неотвеченных вопросов. Намёки на некоторые из них давали в самом мультсериале. Например, кто построил заветный город, есть ли иные миры, кроме Земли, Меридиана, Кондракара и вот того с деревьями. Почему именно эти героини получили волшебные силы? Последний вопрос даже за прямым текстом задавался в одной из серий. В общем, у создателей оставалось огромное пространство для творчества и идей. Не на два, а на все пять-шесть сезонов. Но, увы, всё закончилось после 52-й серии. И несмотря на продолжавшие выходить комиксы о чародейках, вряд ли мы когда-нибудь увидим их продолжение на экране. Пятое место. Новое приключение Человека-паука. Преждевременное окончание этого материала вышло одним из самых болезненных в истории. Питер расстается со своей девушкой Лиз, потому что, наконец, открывается главной любви Гвен Стэйси. Всё идёт к тому, что они будут вместе, к чему вёл весь мультсериал. Но Гвен не может бросить Гарри, который так на грани нервного срыва. Питер вынужден с этим смириться, ведь Гарри его лучший друг. Но нас, конечно же, интересуют не эти подростковые проблемы. Тут всё гораздо серьёзнее. Главный враг Человека-паука, знающий тайну его личности, выживает и скрывается под вымышленным именем где-то на югах. Угу, как же Питер выкрустится из этой ситуации. Что задумал Норман? Ааа, мы не узнаем, в 2012-м появился богомерзкий Ultimate Spider-Man, о котором мне даже вспоминать противно. Тьфу. Четвёртое место. Росомаха и Люди Икс. Да, никак Марвел не хочет на своих ошибках учиться. Вот любят они сюжетный мультсериал закончить неожиданным поворотом в конце сезона, не имея гарантии, что следующий сезон будет снят, и вот сколько раз они на этом обжигались. Вот и шикарному творению 2009-го года досталось. Причин его закрытия после всего 26 серий называлось несколько, но факт остаётся фактом. Концовки материала просто не было. Если бы он закончился победой над Фениксом в эпичной схватке, вопросов бы и не возникало. Но, увы, профессор снова выходит на связь и говорит, что серьёзные проблемы в будущем никуда не делись. Нам показывают толпу, скандирующую Апокалипсис, появляется сам Апокалипсис, второй раз за сезон, и... всё. Вот за что ты так со мной? Мне хотелось кричать буквально. Ну я же так люблю этого персонажа, это один из самых крутых вообще злодеев. Ну снимите вы продолжение, ну плевать, что мультик уже больше десятка лет. Нет, мы будем лучше продолжать тупого Ultimate снимать. Третье место. Непобедимый Человек-паук. Это довольно слабый мультсериал, просуществовавший всего 14 серий, и, по всей видимости, тоже был признан для продажи игрушек Limited Edition. И на фоне шикарного мультсериала 90-х и неплохого творения 2008-го года непобедимый Человек-паук смотрится бедным родственником. Ну хотя бы и неумственно отсталым родственником, как Ultimate. Но почему же в моём рейтинге он занял столь высокое третье место? А потому, что у него концовка была одной из самых драматичных в истории супергеройской мультипликации. Итак, некий синоптик выбрасывает миллионы ядовитых спор по городу. Всё живое должно то ли умереть, то ли... Чёрт его ещё знает, что там с ним произойдёт. Ситуация выглядит попросту безвыходной. В предыдущих материалах мы можем достроить картину, самостоятельно придумать, как закончится та или иная история. В непобедимом Человеке-пауке, о которой Unlimited, всё выглядит, ну, очень печально. Мало того, что решения проблемы ядовитых спор у героев попросту нет, так остаются нерешёнными другие проблемы и вопросы. Как победить высшего разума и окончательно свергнуть его Орвеллский строй? Что за история с Добрым Гоблином? Почему он стал таким? Какие предыстории есть у Грифа и Повстанцев? Ну и главное, с чего вообще весь замес начался? Всё-таки Человека-пауку и Джонни Джеймсону вернуться домой с Альтиземлей нужно? И как им это сделать? Да, пусть мультсериал и не самый выдающийся, но это не значит, что нужно оставлять его незаконченно, правильно? Второе место. Космические спасатели и лейтенанта Марша. Я уже делал подробный ролик об этом мультсериале, можете посмотреть по подсказке, сейчас расскажу вкратце. Это лучшее, что выдавали мультипликаторы на экране за всю историю телевидения. Конец второго сезона знаменует падение Империи Фейтона, но в то же время делает три невероятно важных сюжетных поворота, которые должны выстрелить в будущем. Первый. Клоны неосыпянских генералов и самого Фейтона. Наверняка кто-нибудь в будущем активировал их и начал бы цепную реакцию событий, которые привели бы к серьёзным проблемам для героев. Второй. Выросшая сила Нары Бёрнс. Что с ней станет в будущем? В кого или во что она превратится? Удастся ли её вылечить? Ведь тот безумный доктор заявил, что противоядия нет. Ну и главный сюжетный твист, на котором бы строился весь третий сезон. Появление инопланетян. Даже нет. Появление инопланетян, которые крадут целую планету. Нет, даже вот так. Появление инопланетян, которые крадут целую планету с возлюбленной главного героя. Я уже не говорю о таких мелочах, как там Клон Дейлиона, возможный конфликт с пиратами, сбежавший австралийский доктор. Из-за проблем студии сериал вот так вот обрывается на самом интересном месте. Ну и надежд на его продолжение, естественно, нет. Нет. Даже для нашего поколения в России он не стал культовым, а в Америке о нём вообще помнят только единицы. Первое место. Советский Винни-Пух. Да, вот такой вот вам шьемалановский поворот. В 90-е, когда в Россию завезли диснеевские новые приключения Винни-Пуха, многие люди старшего поколения относились к материалу скептически. И даже говорили, ну это совсем не тот Винни-Пух, не настоящий. Настоящим был наш советский. Хотя ситуация на самом деле ровным счётом противоположная, ведь права на персонажей Милла принадлежат как раз Диснею. И я очень люблю диснеевский мультик. Он весёлый, яркий, смешной, местами даже страшный. Ну не знаю, называйте это синдромом утёнка, но всё-таки советская экранизация мне ближе. Это корявая анимация, неровности картинки, эти фаны в виде детских рисунков. А сколько фраз ушло в народ. Вот попробуйте произнести слово безвозмездно без того самого акцента. Безвозно, бездно. То есть, дадо. Да, авторы планировали снять большее количество серий, но остановились на трёх из-за творческих разногласий. Не знаю, как бы они и дальше убирали сюжета Кристофера Робина, но это уже и не важно. Советский Винни-Пух закончился ритуальными плясками вокруг горшочка с мёдом. И никогда уже не будет продолжен. Ну а вы, если не хотите, чтобы мой канал закончился на самом неожиданном месте, пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики. Можете рассказать, какие материалы лично вам кажутся незаконченными. Ну и главное, делитесь всем этим в соцсетях. Я вас всех люблю.